Пещера Пешагор Впервые я попала в пещеру в 1988 году со спелеологами. Это Заркент. Там было три очень красивые пещеры со сталактитами, сталагмитами, сталагнатами, органом, занавесами. Это все названия натечностей, которые присутствуют в пещерах. И спелеологи нам как раз показали всю эту красоту. Это неземная красота, потому что сверху вы ее такую никогда не увидите. Мне очень нравится туда ходить, потому что это тайно, это темно. Иногда страшно. Иногда приходится преодолевать страх, потому что ты не видишь иногда, куда идешь, куда спускаешься. Но зная, что рядом с тобой инструктор, зная, что рядом с тобой человек, который уже был в этой пещере, страх постепенно уходит, уступая месту колоссальнейшему восторгу. И порой эта красота бывает очень достаточно суровой, но восторга от нее не меньше. Для того, чтобы безопасно ходить по пещерам, нужен колоссальный опыт. Потому что, кроме того, что пещеры сами по себе сложны по прохождению технически, здесь еще играет психологический фактор. Вы со всех сторон окружены камнями. Земля, камни. И некоторые психологически это не выносят. Это называется каустрофобия. Но иногда это просто страх. Страх остаться, страх завала. Потому что мы много смотрели фильмов, мы много смотрели, читали различные литературы про то, как завалило в шахте, завалило в пещере. Если горы – это красота нашей земли снаружи, то пещеры – это внутренняя красота нашей земли. В какую бы пещеру вы ни пошли, у вас всегда голова должна быть защищена каской. Каска может быть скалолазная. Каска может быть строительная. В зависимости от сложности пещеры. Вот для этой пещеры краска как раз вот это подходит. Есть пещеры по сложности, сопоставимые с восхождением на какую-нибудь скалу с походом. И для этого недостаточно будет просто палочек или ледоруба. Для этого применяется специальное снаряжение. Это страховочная система, к которой прикрепляется ваша страховка, и вы на ней, естественно, никуда не улетите. Для этого вам нужен партнер, который вас будет страховать. Страховать он вас будет веревкой. Не всегда нужна такая длинная веревка. Но веревка должна быть обязательно. В нашей пещере она сегодня не пригодится, потому что здесь пещера практически горизонтальная. Она просто уходит вглубь. В Узбекистане более тысячи пещер. И Пешагор – одна из крупных пещер. Не скажу, что самых крупных, но крупная пещера. И довольно-таки интересно, с интересной историей. Эту пещеру нашли еще в прошлом веке, где-то в 50-х годах. В пещере были найдены останки людей, животных, древние орудия человеческой жизнедеятельности. Все стены были покрыты копотью, толстым древним слоем копоти. И были найдены петроглифы. Само название Пешагор означает преддверие или вход в пещеру. Сама вот эта пещера называется Бош-Пешагор, то есть главный вход в пещеру. На улице вовсю бушует весна, красиво, солнце, тепло. И поэтому в это ущелье, Пешагор, горы Мальгузар, Туркестанский хребет, можно приехать с палаткой. Здесь есть места, где можно поставить палатку и исследовать ущелье, пройти до реки. Но, естественно, кроме палатки, необходимо взять с собой еще спальник, необходимо взять с собой горелку, чтобы не портить местный лес и не рвать, не ломать, не устраивать пожар. Мы используем небольшие горелочки. Раньше это были примусы, сейчас это маленькие горелки в эксплуатации, в использовании. На ней можно поставить как и маленькую кружечку на двух человек, так и большую кастрюльку и приготовить еду для 5, 6 и даже 10 человек. Зависит от... Очень легко собирается. К этой горелочке прилагается газовый баллончик. Достать газовый баллончик достаточно сложно. Устанавливаем горелку. Это большой газовый баллон на 440, есть еще маленькие, на 250 литров. Но данный баллон, он выгоднее, потому что он работает на холод. На горелку мы обычно ставим достаточно легкую посуду. Это вот легкая, ее и нести легко, и, в общем-то, не жалко, вот ее поставили. И чай, вода в этой кастрюльке закипает очень быстро. Ну, это для... в основном для маленьких газовых баллонов. То есть защищаем огонь от ветра. Для питания мы предпочитаем брать с собой посуду легкую, пластмассовую. Вот, это вот такие вот контейнеры, в которых уже сразу есть и ложечка, и вилочка. То есть здесь можно несколько блюд сразу сделать, приготовить, положить. И она легкая. И вот такой небольшой термос, сумка-термос. Туда можно положить что-то теплое, и, в принципе, теплым вы и донесете. Холодное, значит, холодное донесете. Носить с собой фаянсовые кружки, железные ложки или косушки нецелесообразно. Во-первых, потому что это тяжело, неудобно. Она, эта посуда может сломаться, разбиться. Вот, принести неудобства вам и окружающим людям. Поэтому предпочитаю пользоваться пластмассовой. Конечно, она недолговечная, буквально один-два сезона выходит из строя. Но зато она удобная, легкая. Поскольку пещера находится у нас под землей, в земле, очень глубоко, там темно, там нет света. Поэтому нам придется взять с собой обязательно налобный фонарик. И сейчас выбор фонарей очень большой. То есть в любом спортивном магазине вы можете купить удобный налобный фонарик, чтобы у вас руки были свободны. То есть надеваем его на голову, включаем, надеваем шлем. Ну вот, теперь мы идем в пещеру. А вы готовы с нами увидеть, что прячет мать наша земля? Вход в пещеру. Здесь он был завален, поэтому вход достаточно трудный, потому что надо пролезть через камни. Итак, пойдемте, только осторожно. Здесь есть узкий лаз. Есть один лаз, куда наверх можно пролезть, но мы оттуда лучше спустимся, туда сложно подниматься. А здесь вот мы прям ползком залазим, проходим узкую часть пещеры. Аккуратно. Вот здесь нам нужна каска, потому что головой мы задеваем камни. Это самый узкий ход. Дальше вы почти будете где-то вертикально идти. Это просто завал. Фонарик надо включить аккуратно. Прямо на пузе, прямо на пузе. Прошли сложный участок, который у нас называется шкуродер. Вот, и здесь вот еще небольшой вот узкий участок, который мы пролазим. И выходим в большой зал. Здесь мы можем выпрямиться во весь рост. И вот, вот нашему узору приставила маленькая летучая мышка. Она здесь живет. Она спит. Давайте не будем ей мешать. Пусть она спит. Пойдем дальше. Так, осторожней, осторожней. Аккуратно, аккуратно. Пока не вставайте. Не вставайте пока. Так, все. Осторожно, осторожно, мышка. Мы ее не пугаем. Не будем. И продолжаем движение. Мы вошли в первый зал. Высота зала примерно 10 метров. Ширина тоже 10. И длина метров 50-60. Мы идем во второй зал. И сможем попасть в третий. Длина всей пещеры 250 метров. Обязательно смотрите под ноги, потому что здесь много камней. Все, периодически это все насыпалось. Сейчас, в данный момент, очень сухо. Обычно здесь, в этой пещере, скользко. И нужно смотреть в оба. А сейчас вы просто смотрите под ноги и передвигаетесь между камнями. По всей видимости, если посмотреть на это все, здесь был завал. Вот на расположении камней, как они навалены друг на друга, завалены. Пещеры всегда являются домом для летучих мышей. Они слепые, ничего не видят, но они превосходно слышат. Ультразвуковой у них слух. И вот сейчас они спят. Я вижу два вида. Вот маленькие мышки какие-то. Я их не знаю, не различаю по названиям. Но они разные. Ту, которую мы видели в начале, она немножко отличается от тех, которые сейчас мы видим. По пещерам лучше ходить не в одиночку, в группе. Поскольку вы можете где-то заблудиться, где-то упасть, чтобы была возможность вам помочь. Ну и сама пещера, она вот здесь, она просто очень большая. И поэтому здесь нету такого гнетущего чувства, что вы сдавлены, вы где-то под землей, вы где-то внутри. А есть пещеры, которые вот, как в начале мы проходили, они очень узкие. И в результате может возникнуть страх, что вас замуровали. Поэтому обязательно должен быть инструктор. Я буду это повторять постоянно. Не ходите в одиночку и всегда ходите с инструктором, который знает эту пещеру, который был здесь. Эта пещера проверена, и поэтому здесь воздух есть. Здесь мы можем дышать. Но есть пещеры, которые находятся глубоко под землей. А глубоко под землей может быть углекислый газ, может быть другой какой-то газ, который может быть опасен для вашего здоровья. Поэтому прежде чем идти в какую-то пещеру, надо собрать о ней информацию и проверить, есть ли там углекислый газ. Некоторые пещеры называют пещерой собачья смерть. Либо берут с собой какую-то птичку, канарейку. Ставят клетку с канарейкой. Это было где-то давно, в 18-19 веках так исследовали пещеры. Ставили птичку с канарейкой вниз, и если она жила, значит пещера была пригодна для исследования и не опасна. Также брали с собой собак. Если собака оставалась жива, значит в пещеру проходили. Если собака умирала, вход в пещеру заваливали, чтобы никто больше туда не ходил и не попытался умереть в ней. Поэтому всегда надо быть очень внимательным и искать информацию о пещере, прежде чем туда идти. Значит, из первого зала мы по коридору проходим во второй и дальше в третий зал. Следующий зал у нас достаточно интересный, потому что там придется подниматься по ступенькам, сделанными из камней. Ну вот мы из первого зала переходим во второй, который значительно больше по размерам. Тут только высота метров 30, ширина где-то метров 20, ну и длина этого зала порядка метров 100-120. Это самый крупный зал здесь. И по всей видимости, именно здесь первобытные люди жили, отдыхали после тяжелой охоты. Потому что здесь тепло и зимой, и летом. Сейчас весна, здесь уже жарко. И поскольку зал большой, стены отражают звук. И мы слышим эхо. Эхо. В этой пещере, кроме того, что есть много камней, дно у пещеры глиняное. И вода, капая с потолка, постоянно капая на пол, пробила ямки. Поэтому будьте внимательны и осторожны, чтобы просто не попасть ногой в такую ямку. В пещере вода – это строитель пещеры, скажем так. В глине она выбивает ямки. На камнях она выращивает сталактиты и сталагмиты. Сталактиты – это минерал, свешивающийся с потолка, который растет сверху вниз. Сталагмит, растущий снизу вверх. Это когда капает вода очень долго, очень долго она капает, и растет сталагмит. Сталактит размером со спичку растет в течение 40 лет. То есть можно, глядя на пещеру, понять, сколько ей лет. То есть практически многие миллионы иногда бывает. Но в этой пещере очень много лет. Размеры второго зала просто поражают. Высота – больше 30 метров. Ширина – 25, примерно метров 20. И длина от самого начала до конца, до мелкого завала – примерно 150-180 метров. Скорее всего, в этом зале собирались первобытные люди возле костра и грелись. Ну, в большом количестве, в небольшом. Но, по всей видимости, в большом, потому что здесь можно поместить, ну, человек 30-40. Здесь тепло и сухо. Там можно пройти в эту щель. Она не такая узкая, как первая. И в нее можно пролезть. Третье помещение, оно очень сильно отличается от первых двух. Ну, во-первых, оно не такое пологое, а больше похоже на лестницу из заваленных камней. И оно поуже, но высота там где-то примерно метров 10-15. Подземные воды и снег, дождь, все, что там над землей происходит, все просачивается и попадает сюда, в пещеру. А поскольку она просачивается сквозь камни, сквозь землю, сквозь песок, вода становится минеральная. И при высыхании минералы остаются. И вот получается вот такая вот... Вот так растут сталагмиты. Чем выше мы поднимаемся, тем труднее дышать. Кислорода, воздух, воздух становится какой-то такой густой. То есть это означает о том, что воздух не проходит сверху, а идет только снизу. И здесь его уже концентрация такая. Кислорода меньше, углекислого газа больше. В связи с этим мы наблюдаем то, что на этом потолке мышей нет. Углекислый газ, он тяжелый, он внизу остается. Осторожно, вот здесь очень скользкая ступенька. Здесь уже надо руками себе помогать. Третья часть пещеры представляет собой завал, каменный завал. И он достаточно... Не сказать, что он сложен для прохождения, но быть осторожным здесь не помешает, потому что он весь скользкий. Можно подскользнуться, упасть. То есть здесь вот, как нигде, нужно соблюдать технику безопасности и правила прохождения подобных препятствий. Поэтому советую вам быть очень осторожными, слушать советы инструктора по правилам прохождения этих препятствий. В эту часть пещеры обычно ходят самые смелые, потому что здесь скользко и довольно круто. Вот, поэтому... Группа основная иногда отдыхает в большом зале, фотографирует. А смельчаки ищут возможность пройти дальше. Вода нам помогает. Она в глиняном полу делает ступеньки. Ну что? Вот мы дошли до конечной цели нашего путешествия, до места, куда можно добраться без страховки. Дальше пещера представляет собой довольно скользкую стену и боковой вход. Ну вот, здесь мы видим приспособление, с помощью которого некоторые смельчаки пытались попасть туда наверх. Я считаю, что это очень опасно. Самые отчаянные пытаются прорваться наверх, рискуя своим здоровьем, своей жизнью. Создают вот такие вот неудобные лестницы, вбивают в камни арматуры, выбивают камни. Но, к сожалению, это не тот способ, который поможет вам подняться наверх. Здесь нужен профессионализм. Вот эта вот арматура, которая ненадежная, она вам не поможет. Поэтому лучше посовещаться с профессионалами и подобные походы совершать только с профессионалами. Прежде чем идти в пещеру, я советую сначала потренироваться, привести себя в хорошую физическую форму, чтобы была возможность куда-то подняться, куда-то пойти. Пещера – это не просто прогулка, это не прогулочная тропа. Это место, требующее психологической и физической подготовки. Спускаться по такой пещере сложнее, чем подниматься. То есть, когда мы поднимаемся, мы не видим, куда нам лететь. Поэтому спускаемся, не наклоняясь вперед вот так, а наоборот, согнув коленки, и можно даже присесть, чтобы не скользить. И опираясь руками, ищем опору, потому что влево надо. Вот. Ищем под ноги такие камешки, которые нам будут служить ступенями, потому что вверх мы их видим, а вниз не очень. Поэтому потихонечку спускаемся. Так, давайте лучше я спущусь. Вот сюда. Вот сюда, сюда, ко мне. Там слишком скользко. Любой подобный поход – это риск для жизни, риск для здоровья. И если вы уверены в своей команде, если уверены в своем снаряжении, то можете попытать счастье и исследовать эту часть пещеры. Но если у вас не хватает снаряжения, не хватает опыта, даже не пытайтесь. Ищите людей, которые знают, которые умеют, которые вас научат. Субтитры сделал DimaTorzok